Микс Ньюс Лайф Ис Гуд Люблю Лайф Ис Гуд Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю Лайф На Радио Болтком Здравствуйте, уважаемые слушатели Алипека в студии и начинается программа Лайф Ис Гуд С Люблю журналом Люблю Несмотря ни на что Здравствуйте, меня зовут Инна Авина Я главный редактор журнала Люблю Будем говорить слово Люблю Несмотря на происходящее во внешнем мире Слушайте, ну вот Такого я еще не помню На обложке Всем покажем На обложке у нас девушка с закрытым лицом Но не паранжой Как могли бы подумать некоторые наши читательницы А в защитной маске Ну что, вновь Мир погрузился в хаос В какие-то переживания И, конечно, они не самые приятные Ну что делать? Пережили все остальное Будем переживать и это Вариантов у нас нет Поэтому будем как-то устраиваться Ну вот, например, мода уже откликнулась Видишь? Масочка-то у девушки не А бы какая Она в модных цветах А я, кстати, видел недавно Фотографию президента Славини Женщину Да У нее масочка как раз была под цвет платья У нее такое темно-бордовое платье Да-да-да Фотографию я тоже видела Там происходило какое-то парадное мероприятие И вот она Так мало того, я хочу тебе сказать Буквально сегодня утром в сети Увидела первые фотографии Королевы Елизаветы британской Которая точно так же Красотка Лимонный костюм Лимонная шляпка Лимонная масочка Ну все в тон Ну вот я думаю Боже мой Вот как это приятно В девяносто с лишним лет Девяносто четыре, по-моему, есть сейчас Да Вот так вот И достойно держаться И не бояться Слушай, она Еле уболтали Вообще уехать Покинуть дворец И вообще отправиться куда-то там В одно из поместьй Свое загородное Ну действительно Потому что тоже Королевам тоже нужно соблюдать карантин Особенно в таком возрасте Да-да-да Ну вот и масочки Мы сделали репортаж В нашем журнале О том, как звезды Соблюдают карантинные меры Ну что, да Не всех можно узнать В этих масках Так вот прям Чтобы сразу по глазам Ну Семья Евгения Плющенко Узнаваемая, на мой взгляд Смотри какие Все в одном тоне Оделись у всех Маски Ну Смех смехом Но в этом есть ведь и польза И Ну хоть какой-то Юмор Мне кажется Очень важно Сохранять его В ситуации Какой-то вот такой Тотальной паники Кстати, здесь же И Кейт Хатсон И Ким Кардашьян И певец Витас И Генет Пелтер В общем, можно полюбоваться В этих масках А Витас Да, как попал Последний месяц Он говорил о себе В Инстаграме Он как раз-таки Безвылазно сидел в Китае Ну где его очень любят Как мы помним И давал каждый день По концерту А то и по два Ну вот сейчас там Ну вот Жизнь наоборот налаживается Кстати, в Китае Вроде как И у Хань уже Я так Ну как бы читала Что открывают Да И там открывается сообщение Обещают Что скоро Дети пойдут в школу Люди на работу То есть ну вот Жизнь как-то уже Начинает там Приходить в норму Что дает нам Видимо тоже Повод для какого-то Оптимизма Есть жизнь После карантина Вот Можем сказать Но у нас пока Карантин В Латвии И Конечно же Мы точно так же Как и Все ваши гости Которые на радио Приходят Все ваши специалисты Журналисты Мы тоже рассказываем О том Что же такое С нами происходит Мы пытаемся Объяснить И приглашаем Специалистов Которые рассказывают Как жить В предлагаемых Обстоятельствах Что делать В ситуации карантина Когда тебе Предлагают Очень настойчиво Запереться дома Чтобы не стать Угрозой для окружающих Если ты сам себя Относишь Не к группе риска А к той группе Которой как бы Море по колено Да Ну и тут я понимаю Что тут есть Какие-то примеры Для позитивного Домашней моды Домашняя мода То есть Девушки дорогие Все кто нас слушают Я так понимаю Среди вас Много мамочек Которые не повезли Своих деток В школу И в детские сады Тоже не повезли Остались дома Наверное Готовите сейчас Или второй завтрак Или первый обед Бранч Кто что Откройте Люблю Посмотрите Мы предлагаем Разные домашние Комплекты Они такие веселые Они позитивные Они призваны Поднять настроение Домашним Потому что Красивая и счастливая мама Это равно Счастливая семья Законы известны Если мама Жена счастлива То и всем остальным Домочадцам Будет полегче Переживать карантин И даже в магазин Слушай Не надо выходить Просто шкаф Можно открыть Порадовать Пересмотреть Что там накоплено Ну и страничка Без паники Здесь прямо Даются уже Советы О том Что делать Да и врач Главный врач Московской Знаменитой Клиники Вирусова Которая рассказывает О том Почему не надо Бросаться На проверку Если у вас Нет никаких Симптомов Он объясняет Что не надо Так уж Действительно Паниковать Если даже у тебя Начались сопли Потому что Сезонные болезни Идут сами по себе А вот этот вот Вирус Которого все боятся Он идет Как бы своей дорогой И его присутствие И паника в жизни Она совершенно Не отменяет то Что мы можем Заболеть Чем-то другим Безобидным Спокойно сидеть дома Лечиться Привычными нам Малинами Чаями И так далее И не создавать Паники Не создавать Очередей И не вызывать Не дергать Скорую Которая может Понадобиться При этом Другим людям У которых на самом деле Более серьезная проблема И призывает Просто Быть как можно Более таким Критично настроенным И разумным Самое главное Быть разумным Человеком Понимать Что одно дело Появление Одышки И чувство Нехватки воздуха И другое дело Если у тебя Першит горло Или там Полились Сопли Это означает Просто Что вы поехали Гулять в Юрмалу Например И вас Просквозило Или там Не знаю Замерзли ноги И да У вас есть Какое-то недомогание Которое пройдет Через два дня Для этого Не надо вызывать Скорую Потому что Ну Она может понадобиться Другим людям Которым она Действительно Необходима Мне кажется Это очень Разумное Поведение Абсолютно Ну здесь же Есть еще И советы Я понимаю Блогера О том Как себя вести На карантине То есть Чем Занять свое Время Оказались Ребенком Запертыми В квартире Надо работать И учиться Спокойно На самом деле В этой ситуации Сейчас конечно У нас Все Мамы Все женщины У которых Есть дети Мой телефон Разрывается От смс К авторов Журналистов Стилистов Фотографов Ну Всех с кем Мы сотрудничаем Примерно С одинаковым Текстом Извини пожалуйста Позже 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 Я сижу дома Я учусь С детьми Это Так Выглядит Перевод детей На онлайн Образование То есть Учатся Родители Можно сказать Да Родители Хотели они Не хотели они Они пошли В первый класс В третий класс В четвертый В седьмой И они Стали учиться Потому что Первый Второй класс Например Столкнулся с тем О чем Может быть Как-то не сразу Подумала Наше доблестное Министерство Образования Они все Дети Умеют Набирать Тексты На компьютере Ой-ой-ой Ты понимаешь На самом деле Это очень просто Но это правда Но не могут Первоклассники Например Выполнять Какие-то тестовые Задания Потому что Ну они Ну им Как бы может быть Еще даже и не надо Им 6-7 лет И не факт Что не умеют Все печатать На клавиатуре Компьютера Не говоря уже о том Что у родителей Может быть Один компьютер Например На всю семью А в доме Трое детишек Надо сказать Что большинство Школ Конечно Проводило опрос И школу В которые учатся Мои дети Точно так же Присылали письма Спрашивали Есть ли доступ К компьютерам Есть ли интернет Подключение Потому что Например Семьи Тоже все живут По-разному Кто-то Оплатил интернет Подключение Вот на текущий месяц Этот или следующий А у кого-то Например Сложная финансовая Ситуация в семье И тогда у них Нет этого интернет Подключения Спрашивается Как они будут Проводить Школы Насколько я знаю Насколько я вот Спрашивала И коллеги делились Они конечно Пытаются решать Эти вопросы Но как именно У меня информации нет Потому что В самом деле Если в семье Двое-трое детей Разного возраста Это сразу Разные программы Разные предметы И как вот эти дети Могут учиться А представь себе Если при этом Например Еще дети Ну так случилось Посещают разные школы И одна школа Имеет платформу Е-класса Другая школа Имеет платформу Майкуба Третья школа Придумала Например Себе еще Какую-то платформу Или дети посещали Дополнительную школу Кто-то художественная Кто-то музыкальная Да Они тоже предлагают Онлайн обучение Они тоже спрашивают Детей Выполнение Домашних заданий Вот Мои дети Учащиеся в музыкальной школе Осваивают Хотели они Или не хотели Видеоблогерство Потому что Надо записывать Их Домашнее задание Которое они Выполняют На инструменте Видеотрансляцию Или аудиозапись Но учительница Конечно Хочет видеотрансляцию Потому что Ну надо же понимать Если ему задано Допустим Выучить какую-то пьесу Наизусть И он должен ее сдать Учителю То учитель должен видеть Он извините Играет ее Тихонечко по нотам Себе тихо Спокойно Понимаешь Какие нюансы Любопытные открываются Вот И тогда Да Тогда надо думать О том Как учителю Отправить Хорошую видеозапись Если просто записывать На телефон Будет очень плохой звук А мы же говорим О музыкальном инструменте Значит нужен дополнительный микрофон Значит Опять дополнительные расходы Вот Значит мама или папа Будут скакать по городу Хотя это тоже Очень никем не рекомендовано В поисках Дополнительных клавиатур Если например Дома один ноутбук Ну мы же взрослые люди Мы понимаем Это не всегда удобно Нам например Людям которые не пишут Большое количество текстов Может быть не нужна мышка А детям обязательно Всем нужна мышка В семье опять-таки Например Двое там Трое детей Если они делают уроки по очереди Это еще ладно А если учителя И я знаю Что очень многие школы Построили обучение Таким образом Что ребенок должен Выполнять задание Именно в тот момент Когда у него идет урок Например в 11.30 И вот допустим Ребенка двое А допустим Ноутбук с мышкой один И что у нас Все И у нас срыв идет Ну понятно Потому что зачем В семье например Два ноутбука Ну то есть Ну по большому счету Ну хватает одного Или там один стационарный компьютер Один ноутбук И еще допустим Телефон Еще допустим Выносной микрофон То есть большое количество техники Которую Как правило Люди Не ведущие Активную сетевую жизнь Не используют И мне кажется Это абсолютно нормально Ну не все же у нас Видеоблогеры Со специальными микрофонами Да И не все у нас Имеют дома Такое количество Оргтехники Чтобы на каждого человека По полному комплекту Допустим Не говоря уже Про принтеры Да Это какие-то такие Ну на мой взгляд Довольно серьезные Должны быть приобретения Которые невозможно Сделать Просто так За неделю Потому что Так сложились Обстоятельства Это не дешевые Приобретения И конечно Я очень понимаю Всех родителей Которые сейчас В панике Ну Ну вот результаты Узнаем наверное Уже на экзаменах Когда Дорогие Мамы И папы И бабушки Выпускников Поскольку я В ваших рядах Мой старший сын Именно в этом году Заканчивая 12 класс школы Я вас очень хорошо понимаю Это нелегко Выпускники Пока Находятся в недоумении Им перенесли Они должны были Первые экзамены Иностранные языки Сдавать в марте Все отменено Олег Вот Они ждут мая Дети Понятия не имеют А Не секрет Что очень многие дети Планировали поступать В вузы за границей Ну Это как бы Известный факт И ничего удивительного Все заграничные вузы Сказали Дорогие наши Будущие абитуриенты Ждите Ждите Дальнейших сообщений Там Погода у моря Ну вот Ждите И вот сидят дети И не понимают Как они сдадут экзамены Кто их будет проверять Будут они перенесены На май Июнь Или Может быть На середину лета Насколько будет продлен Учебный год Возьмут ли их Университеты На обучение В этом году Или когда-нибудь Ну то есть Понимаешь Так себе ситуация Конечно Вот И Вот Я смотрю У тебя такие глаза Большие И я понимаю Что Какие-то есть вопросы Если ты не находишься В эпицентре Каких-то этих вопросов То есть кажется Что это Ну боже Ну онлайн образование Ну что там в самом деле Ну типа посидят дети У компьютера Но если вникать В детали На самом деле Да Есть очень много нюансов И тут я вынуждена Признать То что К сожалению Несмотря на то Что очень много Стараются делать Учителя Их возможности Тоже очень сильно Ограничены И Те ответственные Работники Которые по идее Должны были бы Дать команду Держать под контролем Ситуацию Быстренько Что-то придумать Как-то Обучить учителей Помочь технически Может быть Какие-то Бросить дополнительные Средства на школу Они вот Самоустранились Они молчат Была проведена Одна Ну такая вот Крупная работа С учителями Одна встреча Которую Организовало Министерство образования На каникулах Учителям Раздали рекомендации Ну и все Ну вот А дальше Мол типа Вот Как-нибудь Выживайте там Кстати Я вот подумала А может быть Наши слушатели Имеют какие-то Рецепты Или Какие-то Лайфхаки Как сейчас модно Говорить А что они делают Дома Вот Дорогие радиослушательницы Позвоните нам 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Ну наверное Звоните Сразу После Небольшой Паузы Микс Продолжается Программа Журнала Люблю Люблю Лайф Инна Авина Олег Пеков Студия Мы Еще раз повторяем Номера телефонов 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Как вы решаете Вопросы Вот сидите ли вы С детьми Насколько Вот это Домашнее Дистанционное Образование Для вас Стало Обременительным Или развлекательным Или шоком Или вы может быть Как-то уже приспособились Может быть Вы открыли для себя Новые ресурсы Сейчас очень много В интернете Предложений Новых ресурсов Возможности Послушать оперу Посмотреть Театральные постановки Сходить на Какие-то Виртуальные экскурсии В Эрмитаж Выложила Кстати шикарную Я уже тоже Села Посмотрела Взяла одного из Сыновей Пятичасовая Конечно мы Пять часов не осилили Но она очень интересная Действительно потрясающая Но с другой стороны На мой взгляд Все эти развлечения Не могут заменить Полноценных уроков Математики Русского языка Английского Латышского Биологии Физики Химии Серьезных предметов И просто Выполнение Домашних заданий На мой взгляд Это просто Лайт-версия Ну как бы Это чем-то Занять ребенка Пока Не работает школа Нету Какого-то Системного образования То есть у человека Просто есть Какие-то Фрагментарные Решения задачек Да Это скорее называется Чем мы займем детей Пока они изнывают От безделья Для того, чтобы Родители не жаловались По тому, что ребенок Он в этом ноутбуке Или в этом компьютере Исключительно там Стреляет Играет в танчики Или девочки Смотрящие там Сериалы Аниме И так далее Вот хотя По большому счету Ну чего уж там говорить Конечно в основном Дети этим и занимаются Но если Дорогие Слушательницы И читательницы У вас есть Варианты Что же вы делаете Может быть Вы хотите Чем-то поделиться Позвоните Пожалуйста Расскажите нам А мы вам Даже дадим Какой-нибудь Красивый Симпатичный приз Добрый день Здравствуйте Вы знаете Это что-то Для меня Неожиданное Вы такую дремучую Описали картину Что этого нет Того нет Дети не умеют Набирать тексты Дети Ну первого Второго класса На заре компьютерного Бума Я внуку Купила во втором Классе Компьютер Но сначала Был квант Он там Знаете Совсем такой Примитивный И Мой внук До школы Еще Печатал Слепой печатью Дети Очень талантливые Но Ребенка Надо вести Вот сейчас Может родители Поймут Свою роль В развитии Своих детей Ведь же мы Должны идти В будущее Вот такими шагами И удачу всем И родителям Давайте Присядьте с детьми Посмотрите Что они умеют Покажите им Алгоритм Как развиваться Как двигаться Так это все прекрасно А вот вы Со внуками Сидите Расскажите Пожалуйста Да Вот сейчас Занимаетесь Мои внуки уже 30 лет Да Я с внуками Сидела Вот когда им Было 5 лет Да А Понятно У вас взрослые Внуки уже Да 25 лет назад Да Это только Было заря Так вот Я вам скажу Что я удивляюсь Что сейчас Не понимают Это Дистанционное Обучение Это же Сколько программ И английский И французский И математика Да Там профессора Преподают Так это все понятно И дело-то не в дремучести Как раз таки родителей А дело в том Что родители В этот момент Вообще-то Находятся на работе Я говорю Не о дремучести Родителей А вообще О дремучем состоянии Как бы сказать Вообще Образование Так подождите Речь идет о том Что сейчас Началось Школы закрыты И образование У нас пытаются Организовать Дистанционно И не все К этому готовы Нет техники Нет возможностей У родителей Вот меня и удивляет Что не готовы К этому Должны были готовы Быть все Почему В Китае А почему все Должны были быть готовы Ситуация поменялась Вдруг Вот сказали Все Такой век Дорогой мой Вы же молодой Такой век Век такой Да-да-да Мне понятна Ваша точка зрения Но понимаете Дело в том Что школы Невозможно Все целиком И образовательные Процессы Перевести на Онлайн Обучение Иначе все Школы Уже бы Потихонечку Отмирали За ненадобностью Но на самом деле Нет ничего Важнее Чем личное Общение Учитель Смотрите Учителя Которые жалуются На дисциплину В классе Когда 30 человек Детей Должны сейчас Например В видеоконференции Держать внимание 30 человек А родители Что должны делать В это время Они Ребенком Родители Индивидуально Должны заниматься Все время Постоянно А когда они Должны работать Вот у меня встречный вопрос Зарабатывать Денежки Милый мой Я вам говорю Что Учитель один Не может Там 20 Хорошо А родители Должны Зарабатывать деньги Или Должны И должны Детей И должны Все покупать И должны Сами в это Вкладываться Иначе Не вложишься Вот и не получишь Ничего И всем удачи И вот сейчас Момент Задуматься Можно найти Время С ребенком Позаниматься Можно И нужно Ребенку Только надо Показать Алгоритм И он Дальше Очень быстро Сам Вы будете Знаете Уже отсталым А он Пойдет Вперед Все Спасибо Извините Спасибо Нет Просто Мне кажется Очень идеализированный Взгляд Показать Алгоритм Пока мы с тобой Сидим И работу Работаем Дети Между прочим Должны Сами Образовываться Учить Языки Разбираться С новыми Химическими Формулами И вообще Показывать нам Класс И алгоритм Я вот Абсолютно Убеждена Что мои Дети В данный Момент Спят Прекрасным Ангельским Сном Потому что Я убегала Рано На работу Я конечно Всех подняла Разбудила И посадила Завтракать Ну и что Я реалист Этот момент Самодисциплины Чтобы заставить Себя сидеть Одно дело Когда Это не онлайн А вот Учитель Может контролировать О чем и речь Петров Что ты там задремал Да Именно Совершенно верно Про что же Я и начала Говорить И я считаю То что Вот Дама Звонящая Как бы Она удивлена О чем это вы говорите Нет технического обеспечения На самом деле Нет Давайте будем говорить Правду Мы будем честны Перед слушателями Я абсолютно точно знаю Что очень многие Родители Отдавая ребенка В школу Платя За дополнительные Занятия За вторую школу За репетиторов И так далее Не могут Настолько Действительно Быть специалистами В каждой области Я будучи Журналистом Ну никак Не могу Своему ребенку Объяснить химию На уровне Десятого класса И я искренне Недоумеваю Когда с меня Почему-то школа Будет спрашивать А почему У вас тут Вот провалы Какие-то Ну у каждого Своя работа Здравствуйте Доброе утро У меня ситуация Такая Раз в отношении Предыдущей Завнишей Четверо детей Один Во втором классе И Трое Маленьких Все мальчики В садике Вот Я работаю Весь день Упруга дома И там Бабушка помогает Соответственно Обеспечить Онлайн обучение То есть заставить Одного ребенка Заниматься Когда вокруг бегают Трое Шестилетние Двух с полнолетние Это просто невозможно Честно говоря Вот Это просто нереально Потому что Он считает себя Как-то Обделенным То что ему надо Заниматься Все остальные Не занимаются Вот И это то что Описывает Предыдущая женщина Это Идеальная картина мира Когда Есть Куча бабушек Дедушек Когда Все родители Находятся дома И все над одним чадом Занимаются С ним Все ему обеспечивают Разжевывают Потому что Второклассник У него Самой мотивации Действительно Нет вообще Я отлично вас понимаю Вот Обнимемся Буквально С вами Дорогой Звонящий И вы Описываете Реальную картину А не Выдуманную Заботливыми бабушками Понимаете Вот какой-то Мир В котором Идеально Причесанные Красивые детки Садятся За красивый Компьютер И начинают Набирать тексты На четырех языках Жизнь другая Вот я с вами Абсолютно согласна Скажите А у вас есть возможность Например Ребенка усадить В отдельную комнату Или Ну действительно Они не закрываются Между собой Эти комнаты Сюда забегают Постоянно Ну вот это реальная жизнь Два с половиной года Конечно И бедная мама Которая сходит с ума Мама в истерике Сходит с ума Да То есть именно так Все это и выглядит Спасибо вам за звонок Да Спасибо Это ситуация непростая Конечно непростая Держитесь Держитесь Вот это реальная жизнь И мужчина позвонивший На самом деле Объяснил то От чего Психуют Нервничают И очень сильно переживают Мамы Женщины Которые действительно Попали в ситуацию С которой они не справляются Ну потому что в идеале Вот я так действительно Себе представляю То есть они думают Одна семья Один ребенок Один ребенок Один компьютер Или один ребенок Трое взрослых И трое взрослых Да Вот есть значит Папа который ушел на работу Мама которая значит По хозяйству И бабушка Которая на подхвате Которая сидит рядом Да 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 Вот с этим вот ребенком У которого все есть Но на самом деле Жизнь Очень разнообразная Да И вот позвонивший мужчина Который сказал Что вот четверо детей И они все маленькие И естественно Я понимаю Его супругу Которая в ужасе И в истерике Смотри Олег Ведь этой женщине Самое главное Сберечь здоровье этих детей Накормить всех этих детей У всех детей могут быть Разные потребности У кого-то может быть аллергию Кому-то запрещено одно У кого-то другое У кого-то еще там что-то Она должна на всех приготовить Она должна при этом Ну не плакать хотя бы Круглосуточно Потому что приходит вечером Муж Который уходит на весь день На работу И зарабатывает На всю свою семью Поэтому она должна Сохранять еще Микроклимат в семье Это огромная нагрузка И вообще честь и хвала Таким женщинам Что они при этом Хотя бы успевают Сделать завтрак, обед и ужин Не говоря уже о том Что они должны учить Химию, физику Или обеспечивать онлайн образование Только со взрослыми детьми Только частично И поэтому я хочу Вот всех Кто нас слышит Призвать Дорогие женщины Просто пытайтесь быть Ну хотя бы в настроении Не делайте Никаких Подвигов Да Потому что это все Закончится И даже Дети сейчас Нахватают двоек Ну ничего не произойдет Доброе утро Здравствуйте Добрый день Добрый день Добрый день Я немножко о теме Но она по теме будет Она очень связана будет Вот по отношению К таким людям Как звонили По отношению к вам И так далее Вопрос Вопрос Сегодня государство Выделяет деньги Для То есть Пособия Отдать тем фирмам Которые Как бы не могут Содержать своих работников Значит Я не совсем согласен Я объясню почему Не согласен Выделение этих денег Потому что На сегодняшний день Эти деньги Будут выделены Туристическим фирмам Этих Транспортным Да Транспортным И так далее Вопрос состоит в том Что Сегодня Они согласны закону Я посмотрел закон Они получат Два раза Выделяться будет Там около 150 тысяч Работников получат Но Через каких-то Если Кризис затянется А он уже Очевидно не затянется Будет может полгода И туризм Вратили будет работать Вратили гостиницы Будет работать И эти деньги Будут потрачены Эти люди все равно Рано или поздно Гузьком пойдут И станут на бирже труда Мое предложение Мое предложение Государство Лучше бы поступило Как поступают Соединенные Штаты Америки Они выделяют По 1000 До 1200 Евро И на ребенка По 500 евро Любому Жителю Америки Гражданину Америки Жителю Америки Да Вот это будет Поддержка Потому что На сегодняшний день Складывается ситуация Насколько я наблюдаю И слушаю Радио Телевидение И так далее Все передачи Я вижу Что лоббирует Это крупный бизнес Крупный бизнес Они и получат Эти деньги Часть Которые Сильно Мало Обеспеченные Они уже Имеют Статус А вот Проколька Процентов 70-80 Они окажутся За бортом То есть Малый бизнес И так далее Много всего Поэтому Разумнее было бы Государству Пойти по пути Вот этому Американскому А бизнесу Бизнесу Вот если Они хотят Дать им Кредит Дать им Возможность Или отсрочить Кредит Или дать им Беспроцентный За счет Государства Кредит У них есть Структура Которая Занимается Этим Хотя они Банки Своё время Незаконно И глупо Ликвидировали Государственные Банки То есть Они бы На сегодняшний день Могли бы Очень помочь На сегодняшний день Европа Выделяет Без проблем Предлагает Брать кредиты То есть Брать кредиты То есть Увеличить Бюджет Долго Можно увеличить Вот это будет Правильное решение Да Спасибо Об этом кстати Говорил Вот наш Утренний гость Он как раз Сказал Что самый идеальный Был бы вариант Дать беспроцентный Кредит Долгосрочный Там на 20 лет И тогда Предприниматель Понимает Что сейчас Вот он полгода Может платить Ну держать Например на зарплате Да Работников Да Но он не будет Бояться Наступления следующего дня Жить вообще дальше И не понимать Держать ему эту фирму Или банкротировать Прямо сейчас И мужчина звонивший Он правильно сказал Потому что Так или иначе Пойдет на убыль Этот вирус Да То есть он отойдет А люди пойдут на биржу Да Потому что будет Очень страшными Экономические последствия Разрушить Ну вот кстати На эту тему Нам пришел Пришел комментарий Вот в ватсапе Добрый день Не будет работать Дистанционное обучение И проблема Даже не вот В техническом обеспечении Это меньшее из проблем Сейчас пройдет Весь этот ажиотаж Новизна ситуации Все эти советы На тему Чем занять себя Значит На самоизоляции И наступит суровая реальность В первую очередь Экономическая Ну то есть вот Когда весь этот Первый розовый флёр Пройдет Когда вот две недели Ну вот люди Ну вот попробуют Там как бы Жить по-другому Да по-другому Затем какое-то уже Вот такое отрезвление И действительно Придет суровая реальность Когда люди Ну не будут получать зарплату То тогда Да Я согласна Это Грустное Пессимистичное Но близкое к правде Такое мнение На самом деле Мы все равно Там окажемся Нравится нам это Или не нравится Хотим мы этого Или не хотим Ну что мы можем сделать Мы можем просто жить дальше И спасать себя Свою семью Самое главное Своё состояние Свой разум Держать себя в руках Не поддаваться панике Понимая Что Да Сейчас нелегко Мы много пережили Ну мы переживем и это Ну а что нам остается делать Ну какие у нас есть варианты Ну значит мы будем работать Мы будем делать то Что мы пока можем делать И когда ситуация будет Ну развиваться в одну Или в другую сторону Мы просто Должны понимать Что механизмы Приспосабливые Если человека Очень велики Ну на самом деле Велики Просто заранее Паниковать Все равно не добавляет Никакого Ну как бы вот Рационального зерна Нет Надо изменяться Вслед за ситуацией Мы будем смотреть Да Наверное Онлайн образование Себя не оправдает Ну мы все-таки Взрослые люди Мы это понимаем Ну по крайней мере Нам надо думать о том Чтобы дети За этот месяц Они поняли Например Ценность Семейных Внутренних отношений Да Они поняли Что взрослые Мам с папой Берегут здоровье бабушки Да Они бы Увидели Например Чем занята мама Потому что Они наконец-таки Тоже с ней остались На весь день дома И увидели Что она не просто Лежит на кровати Да И что она например Отвезя их в школу Не приезжает Не ложится на диванчик С журнальчиком Отдыхать Она становится к плите Она убирает квартиру Она стирает Разглаживает Их вещички Она делает Огромное количество Работы Которые как правило Невидимы И не очень-то Будем откровенно Ценятся Вот Это тоже плюс Папы Которые уходят На работу Дай бог им иметь Эту работу Они точно так же Увидят Разницу Между тем Как дети посещают Школу Как они остаются Дома Какая нагрузка Падает На жён В конце концов Мы все начнём Больше готовить Еды Например То есть есть такие вещи Они может быть Страшно прозаические Вот Но мне совершенно Не стыдно об этом Говорить Это важно Потому что дети Которые уходили Например В детский сад На весь день В школу На полдня Они Получали Семьи Довольно Серьёзное Подспорье В плане даже Того Что дети Получали Разнообразное Питание Не дома Не в стенах Квартиры Понимаешь А теперь Морковь В тему В тему Весь этот Око Эко Образ жизни Пришёлся Вот у нас И сейчас Так что Дорогие женщины На самом деле Заботьтесь о себе Пожалуйста Думайте о том Что вам нужны силы И сил вам нужно Много Потому что Карантин Продлится Долго Ну и вот Кстати Здесь же тоже Тема Детских истерик А я думаю Что сейчас Когда семьи Оказались Вот на такой Узкой Жилплощади Вместе С утра до вечера Это будет достаточно Актуально Здравствуйте Здравствуйте Напомните мне Пожалуйста О какой панике И о каких проблемах Вы говорите У меня такое ощущение Что вот я радио Включаю Паника Проблемы Нету Ни паники Ни проблемы Работы Зараза стала В два раза больше Паша Как ненормальный А в какой сфере Вы работаете В строителе Ремонт квартир Домов Все Пришла весна Все надо строиться Ремонтироваться В магазин Зайдите Вот проезжаете Мимо депо Очередь Вы это видели Я стою по полтора Два часа в очереди Все the best И не знаю Вот А включаешь радио Мне вот этот трешак У нас все плохо Это у вас все плохо У нас все крутяк Нет Ну очень хорошо Я страшно рада за вас А у вас есть дети? Вот как раз вопрос Да А у вас есть дети? Он бросил человек Трубку Наверное нет Ну дай бог ему здоровья Этому парню Вот у него все круто Ну и хорошо Есть известный поговорка Олег Кому война А кому мать родна Ну ее же не просто так сочиняют И в народе Остаются Ну такие вот Кроватые выражения Которые всегда отражают Действительность Да Точно так же И во время Кровопролитных войн Есть же всегда те Кто получает наоборот На этом большие барыши А кто-то И он такие еще раз Перезван Да Так слушай Вот мы как раз хотим Есть А давайте про детей Четверо детей у него И стали больше путешествовать Просто не едем сейчас в зоопарк А по природным тропам Лигаты, тервиты Сигулды Там где лес и ты Никого нет Наконец-то стали путешествовать У них сейчас Дома сидят Заняться Нечем Энергии дофига Рюкзачок Кофе с собой В эти шкатулочки Пластиковые Пайки туда Так Их поческали Полигатые вот километры Сколько мы прошли Десять На эти выходные Пойдем в тервиты Все круто Весна Отлично На рыбалку сейчас пойдем Рыбалка, рыбалка А учиться-то будут детишки? Слушайте Мы ведь в Латвии живем Латвичское у нас образование Правильно? Так А до этого они учились? О каком образовании? Язык они учили все это время Но подождите Четыре Вам четыре компьютера Нужно для того Чтобы каждому ребенку Обеспечить дистанционное обучение Да Интернет виснет Виснет Вот А самый прикол То, что ему на латышском Говорят Это все виснет И он это пытается Сформулировать Такая каша Такой трешак Но это не образование Не надо Не заморачиваться И тратить время Берем советские учебники Их в интернете Можно найти И погнали по ним Самостоятельно Вот программу взял За этот класс И учишься А это для галочки Потому что учителя тоже понимают Что это не образование Никто нифига не требует Они для галочки Учителя все это отыграют Мы для галочки отыграем А скажите Вот вы строитель А в 2008 году Вот вы были в этой сфере Работали? Да, да, да Вот там было все жестоко Ой, какое плохо Ну, начиналось тоже постепенно А потом 300 евро Бах И все Ну, так Видите А связи не чувствуете пока? Нет Ну, год мы точно не будем чувствовать Год точно не будем Ну, дай бог вам Вы знаете, радостно Что вы оптимист Вот вас слушаешь И понимаешь Что Как вы говорите Трешак вроде есть Но как-то жить можно Смотрите Если бы вы сейчас В эфире не разводили Этот трешак То Вы бы не были в топчике Вот конкретно вы Ведь как работает радио И телевизор Внимание Упал самолет Погибли все пассажиры Head and shoulder Лучше Шампунь Не надо Нам тут рекламы Так спокойно У нас и так рекламы мало Жуки нагнали А теперь реклама Волтком Кислотная А вы как раз таки А вы знаете Что лучше всего Продаются-то как раз Худшие новости То есть люди Почему-то хотят Именно Сейчас журнал Люблю Побежишь Покупать Ну так побегите Бегите Ну так и сделайте Жене подарок Она с четырьмя Детьми дома сидит Ну так поддержите Ее красотой И мы вам будем Благодарны За ваш оптимизм За добрые слова Ну а на самом деле И час пролетел Как-то в компании С Люблю Незаметно Ну видишь Олег Все-таки Меня что порадовало Трое звонивших Мужчин Вот вроде как И журнал Люблю Женский И разговор у нас Вроде бы Такой вот был О женской Доле О женской доле О том как вот Кухня Пироги Дети Сопли Там Учебники Уроки Звонят мужчины И я вот даже Понимаешь Вот я преисполнилась Прям вот Благодарности Я подумала Дорогие мужчины Вы же неравнодушны Вы же вот Из-за детей Из-за политику Из-за экономику Переживаете Ну вот Спасибо вам За то что вы Все-таки вот так вот Поддерживаете Своим неравнодушием И даже вот Последний Мужчина звонивший Который несколько Подверг критике Зато он запомнил Название журнала И нашей радиостанции Ну красавец Правда же Спасибо всем Кто был с нами В этот час Журнал люблю Люблю лайф И на Ави На Аликпека До встречи В следующую среду